Студенты Чувашского госуниверситета стали участниками ферросийской донорской акции «Мы вместе». Цель – оказание взаимопомощи во время пандемии коронавируса. Почему нужно и кому можно сдавать кровь в нашем сюжете. Измерение температуры, дезинфекция рук, выдача бахил и масок. Меры безопасности в республиканской станции переливания крови усилены в разы. Изучают не только стандартные показатели здоровья доноров, но и их перемещение в социальные контакты. Если человек вернулся из-за границы меньше двух недель назад, к сдаче крови его не допустят. Александр Матвеев на станцию переливания приходит уже в пятый раз. Уверен, его отзывчивость может спасти чью-то жизнь. Сейчас пандемия коронавируса и людям особенно нужна кровь. А учитывая, что нужно сидеть дома, мало людей приходит, чтобы ее сдать. Она нужна как никогда сейчас, потому что люди болеют и она понадобится всем. Процедура длится не более пяти минут и проходит под чутким контролем медсестер. Они должны не только правильно забрать кровь, но и поддержать новичков, которые волнуются. Во время самоизоляции донорами успели стать более 30 студентов ЧГУ. Возникла только одна сложность с дистанционным обучением, так как многие студенты уехали в свои районы. То есть в городе осталось очень мало кадровых доноров. В данной ситуации необходимо соблюдать ряд обязательных мер. Это соблюдать дистанцию полтора метра. Одновременно на станции студентов может находиться не более пяти человек. Сейчас из-за ограничительных мер донорская активность снизилась, но медицинские учреждения нуждаются в продуктах крови по-прежнему. В организме взрослого человека содержится примерно пять литров крови. И поделиться десятой частью этого количества хотя бы раз в год значит подстраховать счету жизни. Рифат Фаткулин, Бахтиар Велиев, Республика.